Всем привет! Я уже рассказывал о регистрации смартфонов по email, но сейчас появилась дополнительная информация. Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, то есть email, в середине 2021 года. Платная регистрация всех мобильных устройств по email может начаться в России с 1 июля 2021 года. Новая версия законопроекта предполагает, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, хотя в первой версии устанавливалось ограничение не более 100 рублей. То есть зачем правительству какие-то рамки? Сколько захотят, столько и сделают. Устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно. Спасибо, как говорится, и на этом. Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Ну, это естественно, пусть простые люди платят, чего им. С 1 января 2024 года потерянные или украденные устройства могут быть заблокированы по email. Делать это будут мобильные операторы. Мобильный оператор Tele2 признал результаты тестирования успешными, но отметил, что реализация инициативы потребует затрат на закупку оборудования и лицензий на софт. Мегафон пока затрудняется оценить возможные затраты, поскольку нет точного понимания механизма реализации системы. МТС отмечает, что оценить затраты затруднительно. В Билайне от комментариев отказались. Все это говорит нам о том, что мобильные операторы понесут дополнительные затраты. А как вы, наверное, понимаете, все эти затраты потом перенесут на абонентов. Это говорит нам о том, что до вступления закона в силу мобильные операторы вновь поднимут тарифы. И одно дело, когда причиной повышения цен являются внешнеэкономические факторы, и совсем другое – внутренние придумки. Например, регистрация по email, пакет яровой и доступный интернет. Ведь за все это будем платить мы. Регистрацией смартфонов по email будут заниматься импортеры, то есть в том числе и граждане, купившие устройство за границей самостоятельно. Делаться это будет для ограничения непрямых поставок смартфонов в интересах официальных дистрибьюторов. Проще говоря, если вы купите смартфон в другой стране подешевле, например в Китае, и завезете его в Россию, то будьте добры отвалить побольше денег, чтобы итоговая сумма покупки у вас была примерно такой же, как и стоимость в официальных магазинах в России. Мол, нечего покупать гаджеты в других странах. Такие вот не очень позитивные новости. Итак, подведем небольшие итоги. Смартфоны станут дороже, так как регистрация по email будет платной. Покупка смартфонов за границей перестанет быть выгодной. Мобильные операторы понесут затраты, что скорее всего приведет к очередному повышению цен на мобильную связь. Ваши паспортные данные будут привязаны не только к сим-карте, но и к серийному номеру смартфона. Блокировать украденные и утерянные смартфоны можно будет к 2024 году. Стоит отметить, что законопроект еще не принят и даже не внесен в Госдуму на рассмотрение. Но это говорит лишь о том, что его ожидают дополнительные правки. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Ссылка на новость в закрепленном комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok